добрый день на связи lgm machinery сегодня мы хотели бы рассказать вам про две модели автогрейдеров которые относятся к классу тяжелых моделей но начать бы я хотел с предыстории сказать что в принципе все модельный ряд грейдеров можно разделить условно на три группы это легкие грейдера условно масса эксплуатационной от 12 до 15 грейдера средние 15 17 тонн тяжелые от 17 до 20 тонн и также существуют модели сверх тяжелых грейдеров от 20 тонн и выше до 32 35 даже иногда встречаются наши две модели 42 60 в линейке эта модель самая тяжелая и массой 40 23 600 и модель 42 15 которые у нас представлены здесь сегодня относятся как бы вот на стыке да то есть тяжелых относится к тяжелым грейдерам все-таки модель 42 60 который большей степени пойдет речь мы ее позиционируем в том числе в этой линейке легонга модельном ряде легонга как тяжелую тяжелую модель модели легких грейдеров используются для соответственно легких видов работ как то срезка неровных бугров на поверхности профилирования утюживание разграбнивание содержание дорог в зимний период модели среднего класса уже из так также могут использоваться безусловно и для выполнения легких видов работ по грейдированию но также уже применяются для разравнивания слоев верхних одежда нижних одежда дорожного основания но опять же не сильно тяжелые поднять не сильно тяжелыми нагрузками и модели тяжелую тяжелого класса применяются для безусловно они точно также могут выполнять все виды и легких и средних работ под нагрузками но в основном тяжелые уже для видов тяжелых видов работ как то распределение огромного масса больших объемов щебеночных песочных оснований дороги формирование расширения дорог с задействованием как бы и профилированием при прилегающих к имеющейся дороге грунт грунтовых материалов и квитирования с одним из важных тяжелых видов работ вот так в принципе можно разделить и определить по видам работ все три категории грейдеров сейчас мы бы хотели просто сделать небольшой обход в двух на примере этих двух моделей и рассказать про определенные особенности которые есть конструктивные преимущественные особенности которые есть у всей модельные модельного ряда грейдеров люгонг но давайте начнем вот как бы с этого угла и вокруг обойдем первое что необходимо отметить я бы хотел отметить это коробчатого сечения грейдерный отвал вот с этой стороны видно что есть ребра жесткости это полноценный считается передний бульдозерный отвал очень популярный в россии имеется ребра жесткости у всех грейдеров которые поставляются заказываются с передним отвалом далее модели грейдеров люгонг которые начинаются на 42 наименование моделей они имеют возможность до их до оснастить полным приводом собственно говоря под склад наша компания лгм эти модели и заказывает с полным приводом гидравлический полный привод фирмы паклейн гидромоторы далее у люгонга есть особенность одна из преимущественных особенностей то что поворотный круг он во-первых не обслуживаемый то есть есть только точки смазки три штуки здесь снизу проще показать вот здесь на этой модели снизу венец зубчатого поворотного механизма защищен полностью защитной плитой то сюда не попадает абразивная грязь срок службы этого узла зубчатых зубчатого венца максимально продлен и защищен от абразивных и ударных воздействий так также грейдера люгонг оснащаются вернее все модели грейдеров люгонг выполнены вот эта рама основной передняя полурама выполнена из коробчатого сечения то есть сверху сбоку и снизу полноценное коробчатое сечение без каких-либо фальш панелей то есть полностью долговечная с большим ресурсом эксплуатации выполнена конструкция вот этой рамы которая несет и скручивающие и боковые нагрузки и так далее также одна из особенностей которые есть у люгонг по долговечности и продлению срока предупреждению машины второй жизни и продлению срока эксплуатации и соответственно возврат инвестиций более интересны это наличие в крепкой шаровое крепление крепится вот этой а-образной рамы крепится с помощью шара и здесь есть проставочные втулки проставочные вкладыши которые легко заменяются и соответственно при большом сроке эксплуатации довольно легко легко продлевается срок службы вот этого шарового соединения в модели люгонг используется но я называю это револьверного типа кулиса для увеличения бокового вылета это когда вам нужно выполнить вылет отвала я его называю боковой вертикальный для формирования вертикальных откосов здесь трехпозиционная кулиса причем у люгонга имеются проставочные латунные втулки у многих конкурентов их нет которые также продлевают срок службы вот этих посадочных крепежных позиций у модели 4260 у тяжелых уже используется другого типа кулиса для бокового вертикального вылета она пятипозиционная но точно также она выполнена с проставочными латунными втулками помимо этого в комплектации грейдеров у всех моделей люгонг есть опциональный гидравлический запорный съемник из кабины для того чтобы вам сделать боковой вылет оператору очень удобно из управляя вот этим запорным пальцем из кабины поменять положение кулисы и сделать ее на то или иное положение также модели люгонг которые заказывает наша компания лга машина ли в основном это тяжелые средние тяжелые модели мы заказываем машины под склад с дополнительными опциями одна опция у нас идет практически по умолчанию мы всегда продаем и клиенты это очень ценят это наличие фрикционной защитной муфты проскальзывания поворотного отвала здесь находится пакет фрикционов нас в верхнем правом углу мы вставим фотографию защищающим при ударной нагрузке отвал у вас сработает фрикционные фрикционные диски и механизм поворота отвала не повредиться сработает фрикционная защитная муфта и дальше оператор возвращает в положение рабочее и продолжает дальше они едет в ремонтный цех также опционально у грейдеров есть функция плавающего отвала имеется ввиду положение отвала основного рабочего среднего под собственной массой соответственно перепускные клапаны также наличие есть и опционально также на есть гидро аккумуляторы шорк абсорберы некоторые называют их это дополнительная защита при наезде средним отвалом на препятствия контур прижима отвала действует под нагрузкой когда эта нагрузка превышает то есть когда вы резко наезжаете на большое препятствие на сильную нагрузку срабатывает механизм гидроаккумуляторов и отвал приподнимается вверх тем самым также защищая весь механизм управления с основным рабочим грейдерным отвалом все модели легонг грейдеров оснащаются двигателями дизельными каменс у двигателей каменс топливная система называемая тнвд с механическим управлением впрыска топлива также у моделей двигателей они идут с турбиной от турбины идет интеркулер интеркулер в большинстве случаев позволяет увеличить крутящий момент двигателя и также из одна из особенностей двигателей каменс который устанавливается на грейдера легонг это примерно на 40 процентов меньше деталей и узлов соединений соответственно меньше утечек и больше ресурс и полу и меньше удобное обслуживание и ремонт также одна из уже известных полюбившийся клиентами нам особенности грейдеров это наличие электрического подъема капота с удобным доступом к компонентам в двигательном отсеке капот выполнен из ударопрочного и морозопрочного материала он поднимается с помощью электрического подъемника в случае отказа электрического подъемника опустить и либо поднять капот можно с помощью ручного подъемника который также предусмотрен в конструкции грейдера в стандартную комплектацию грейдеров входят яркие светодиодные они галогеновые фары рабочего освещения одна из особенностей грейдеров и гонг как собственно говоря и погрузчиков это разборные диски они дают преимущество при ему при проколе колес и ремонта колес в полевых условиях намного более более просто и легко будет демонтировать и провести шиномонтаж колеса модели люгонг грейдеров люгонг оснащаются в зависимости от их эксплуатационной массы соответствующими двигателями разной мощности у рассматриваемых нами сегодня двух моделей у модели 42 15 д стоит двигатель камин с мощностью 162 киловатт что соответствует 220 лошадиным силам модель же 42 60 оснащается более мощным двигателем камин с мощностью 194 киловатта что соответствует 263 лошадиным силам напомню что оба двигателя имеют интеркулер и соответственно крутящий момент у двух моделей у 200 42 15 крутящий момент составляет 940 ньютон метров у модели 42 60 крутящий момент составляет 1100 ньютон метр модель 42 15 имеет эксплуатационную массу 16 800 она может достигать и 17 тонн потому что зависимости от комплектации и от основном типа размера от длины и толщины основного рабочего органов а это среднего грейдерного отвала эксплуатационная масса 42 60 составляет 23 600 килограмм что намного что обеспечивает большее усилие внедрение о чем мы хотели бы показать нагляднее модель 42 15 d имеет шестиступенчатую коробку передач с традиционным рычагом переключения вперед передачи нейтраль и движение для движения назад три передачи вот такой рычаг традиционный грейдерали гонка оснащаются все модели оснащаются коробками передач известной фирмы немецкой zdf в отличие от модели 42 15 модель 42 60 имеет как собственно говоря и модель 41 40 имеет вот такой эргономичный джойстик переключения передачи вперед передачи назад и повышение передачи осуществляется команда джойстика вправо понижение передачи осуществляется наклоном джойстика влево грейдера люгонг оснащаются тремя производителями мостов задней тандемной тележки это в основном американского производителя фирмы meritor также есть у люгонга собственный мост задней тандемной тележки люгонг а также для модели 42 60 для тяжелой машины предназначены для тяжелых условий эксплуатации для больших нагрузок и опционально доступен усиленный мост с не цепным приводом колес а шестеренным приводом колес у всех моделей грейдеров люгонг тормозная система подводится к четырем колесам то есть не только привод тормоза идет не только на одну пару колес а на все четыре также это относится к модели 42 60 оснащенным опциональным шестеренным мостом тандемной тележки немецкого производителя фирмы на полностью герметизированы от было попадания влаги и пыли тормозные тормозные колодки тормозные диски в масляной ванне которые обеспечивают в том числе и дольше ресурсы не только моста но и всей тормозной системы большая масса эксплуатационная модели 42 60 объясняется в том числе большей металлоемкостью машины полезной металлоемкости машины это видно при сравнении и замерах толщины листов задней полурамы передней полурамы вот этих листов они есть конкретные цифры замеры этих этих значений по сравнению с моделью тяжелого грейдера 42 15 модель 42 15 имеет традиционный ременный прямой привод вентилятора а на модели 42 60 уже привод стоит гидравлический и также на модели 42 60 имеется функция реверса то есть реверсивного включения для продувки вентилятора и очистки радиатора соответственно усилия которое приходится на передний мост у модели 42 15 составляет 559 на заднем мосту усилия на заднем мосту тандемной тережки 11 115 а у модели тяжелой 42 60 на переднюю ось приходится 750 а на заднюю 16 570 соответственно у модели 42 60 у большой модели тяжелого грейдера так называемая база отвала то есть расстояние от переднего передней оси центра передней оси до кромки режущей рабочего среднего отвала она больше и по расчетной формуле получается что прижимное усилие у модели 42 60 составляет 11 тонн 185 килограмм а у модели 42 50 9 тонн 950 и соответственно делаем общий вывод и по до по данным приведенных технической документации у модели 42 60 тяговое усилие грейдера составляет 112 килоньютонов у модели 42 60 85 километров грейдер или гонг безусловно имеют традиционную такую вот систему управления рабочими органами но одна из особенностей приятно это очень легкий ход без отсутствия люфта близкое расположение даже с моей рукой маленькой не очень большой я могу дотянуться рукой до этих не совместить операции то есть как здесь так и здесь если хватает руки для того чтобы легко совмещать операции одновременно а опционально для модели это единственная модель у ли гонга в модельном ряде именно 42 60 может оснащаться опционально джойстиковым управлением который встроен в левый подлокотник и уже вместо традиционного системы рычажков можно управлять рабочим органом средним отвалом только джойстиком при этом сохраняется руль руль рули рулевое управление традиционно рулем а управление основным рабочим органом осуществляется с помощью джойстика и 42 15 которые мы заказываем под склад оснащена среднего типа размером колес 14 на 24 то есть позволяет такой типоразмер работать как на обочине для лучшего выхода из колеи так и не оставлять колейность при движении по финишным плохие профилирование нижних слоев оснований а модель 42 60 оснащается колесами большего размера уже не габаритная получается размер 20 с половиной на 25 так обе рассмотренные нами сегодня модели lugong грейдеров относятся к тяжелому классу модельному модельному ряду обе модели предназначены для выполнения таких видов работ как распределение больших объемов материала разравнивание куч также дорожно-строительными компаниями при строительстве новых дорог при расширении дорожного полотна а также компаниями в карьерном секторе добывающие нерудные материалы или рудные материалы по содержанию карьерных дорог безусловно благодаря большей массе и большей мощности всей силовой передачи грейдера 4260 он имеет производительность примерно на 40 60 процентов выше чем предыдущие модели меньшие модели но и также нужно отметить что и ресурс то есть срок службы и окупаемости и возврата инвестиций примерно точно так же будет на 40 60 процентов выше у модели 4260 по сравнению с другими меньшими моделями наши клиенты уверены в бесперебойной работе своей техники в любых климатических условиях от юга до крайнего севера так как все машины проходят полную проверку перед продажей в нашей команде более 330 специалистов по ремонту более 110 выездных автомобилей 30 сервисных станций от москвы и до сахалина со складами запасных частей общим объемом более 1 миллиарда рублей лг машинере ваш надежный партнер в сфере спецтехники с 1991 года